Этот победный май запомнится не только юбилейной датой, но и особенностями празднования Дня Победы. О сроках переноса парада пока неизвестно. Тем не менее, городские учреждения продолжают подготовку к празднованию. Дорожники обновляют разметку, ведется работа в сквере дважды победителей. Сквер будет удлинен, здесь появятся новые клумбы и деревья. Массовые мероприятия отменены, однако реализация памятных акций, флешмобов нашла другую платформу. Большинство запланированных мероприятий перейдет в сеть интернет. Одна из основных задач – задействовать максимальное количество ресурсов – сайты учреждений культуры, администрации, видеохостинг YouTube. В интернет-ресурсах идет интернет-конкурс творческого видеопоздравления «Победный май». Начался он с 21 апреля и закончится 8 мая будет введение кубов. Видеорубрика «Герои Победы» с сегодняшнего дня у нас стартует. Суть ее заключается в том, что ежедневно будут размещаться в социальных сетях, в интернет видеоролики. И о тех героях, которые в Советском Союзе есть у нас в городе. И те видеоролики в рамках акции «Герой Победы», которые мы замечать должны сейчас в общеобразовательных учреждениях. Понимаю, что это невозможно, мы перевозим в режим онлайн. Не забудут в дни празднования Победы и о самих ветеранах, которым на дом будут доставлены праздничные продуктовые наборы. «Мы планируем сделать это своими силами. Силами Центра социального послуживания наших коллег. Мы будем для нас в режиме перчатки, которые 466 наборов, которые планируют раздать в рамках поздравлений подвозу города. И у нас в том числе 466 человек вошли до участников войны, имеющих другие продукты. Уже 30 апреля город станет участником международной акции «Сад памяти. Сад жизни», посвященной юбилею Победы. В скверах и дворах будет высажено около 5000 деревьев цветущей яблони, а также живая изгородь. Мероприятие пройдет с соблюдением всех мер безопасности.